Вот именно здесь, у Владимирского храма, мытищи 21 века соседствуют с мытищами века 16-го, когда они только-только зарождались на пересечении рек и дорог. Наверное, истоки нашего города начинались где-то вблизи этого места. Это так называемый Лошаков овраг, с которого, собственно, по предположению многих исследований, начинался волок между реками Яуза и Клязьма. Вблизи этого оврага находилась деревня Лошакова, и действительно, по мнению многих исследователей, вот это название свидетельствует о том, что здесь, в этой деревне, находились лошади, которые, собственно, перетаскивали эти грузы из одной реки в другую. Конечно, сейчас тут все взросло и высохло, а когда-то был причал, к которому подходили ладьи, и отсюда начинался волок на семь верст в реку Клязьму. Сюда же местные жители перебрались еще раньше, на место будущих мытич. Его история связана с переездом села Лошакова, которая находилась сзади меня, вот на тех самых болотах, которых видно сегодня. Тогда это называлось Яузское болотище, когда жители села Лошакова, жившие там, решили переехать в место более удобное, более возвышенное, где была и лучшая земля, и лучшие условия. И вот они переезжают, перевозя с собой весь свой быт, перевозя свои дома, а самое главное, перевозя церковь в деревянную храм святителя Николая Чудотворца. Так и определилось это место, где стояла деревенька Малые Мытищи. Она действительно была меньше соседних деревень Ядреева и Шараповки, да и меньше Лошакова, где насчитывалось 200 дворов. Но позже все они объединились в общую агломерацию. Особый статус, да, благодаря экономическому желанию здесь собирать налоги, мыт, так называемый, да, здесь сидели мытари, то есть налогосборщики, это место стало вот именно таким финансовым центром, и со временем вот так и оформилось, как Большой Мытищик. С 16 века это место стало знаковым. Мыт уже ушел в прошлое, но появился путь к храму Сергия Радонежского, чей образ стал символом единения Руси и победы на Куликовом поле. И это был действительно путевой храм для Богомолия, который происходил в Тросте Сергии Лауры. Наш храм Мытищик, когда выходил этот крестный ход на Богомолие, был первым днем и первой остановкой после первого дня пути. То есть из Кремля до сюда люди доходили за один день. И здесь останавливались, здесь для этого было все необходимое. Были трактиры, заведения, чайные были. И действительно здесь останавливались для того, чтобы отдохнуть, восстановить силы и на следующий день продолжить свой путь. Идти к храму надо было обязательно пешком. Это считалось особым благочестием. Все в равных условиях. И цари, и бояре, и простолюдины. От Троицкой заставы в Москве через села Большие Мытищи и Пушкино шел царский поезд к Троицко-Сергиевому монастырю. Шел обычно от трех до десяти дней. Позднее на пути паломников возникла эта Владимирская церковь. Самое высокое строение этих мест и лучший ориентир на пути в Троицко-Сергиевую Лавру. Храм действительно стоит на перепути нескольких дорог и водных путей, которые определили значение Мытищ в истории России. И сегодня это место притягивает нас своей энергией. Здесь встретились века.